Это не показ мод, а смотр казаков, патрулирующих вместе с полицейскими улицы Читы. Ходят не абы как, а в полном обмундировании и с нагайками. Это атаман войска Геннадий Чупин должен оценил. Любодорого посмотри. Так точно. Спасибо. Постоянные казачьи патрули проходят только в Чите. Вместе с полицейскими обходят вокзальную площадь, центр города и парк Адара. В других населенных пунктах дружины работают только во время массовых мероприятий. Однако результаты работы добровольцев на сегодняшний день мало очевидны. Вот это результаты. Они, конечно, незначительные, по большому счету, эти результаты, на фоне общего количества выявленных преступлений и правонарушений добровольных наших дружин. Но, тем не менее, эта работа на сегодняшний день уже ведется. Одно могу сказать, конечно, она недостаточно. Создается впечатление, что результаты патрулирования напрямую сказываются на финансировании казачества. В пример, забайкальцы приводят соседнюю Бурятию, где на нужды реестровых выделяется более 3 миллионов рублей, в то время как в Чите с финансированием туговато. То же касается и тушения лесных пожаров, и защиты сел. Вся работа проделана казачьими обществами на сегодняшний день практически бесплатно. В этой связи, мягко говоря, некорректно выглядело выступление заместителя председателя Думы городского округа Александра Петровича Зинкова. Уважаемый Александр Петрович, проще говорить речи, в скобочках, о мужиках, неспособных к самоорганизации, которые могут вести стадный образ жизни под управлением БК. Проще из окна кабинета безучастно смотреть на казачьи патрули в центре города и не замечать их. Вы не видите казачьей службы? Поройдитесь в сумерке пешком по площади имени Ленина или при вокзальном сквере. Среди полицейских патрулей вы увидите и казачьи папахи. Тем не менее, как стало известно, казакам в будущем году не удастся получить желаемые деньги. Депутаты Читы окончательно перенаправили 2 миллиона рублей на жилье молодым семьям. Захотят ли казаки нести добровольные патрули и оберегать леса от пожаров бесплатно – неясно.